То, что я говорил, это немецкие компрессора BITZER, это резидент. Просто, как вы видите, мы видим в камерах BITZER, а мы видим в управлении, а мы видим в управлении. А мы показываем BITZER, а мы показываем BITZER. Видите? Сейчас работает оборудование. Почему? Потому что мы открыли одну камеру. Мы смотрим, теплый воздух зашел, оборудование работает. Коллодильное оборудование – это прямого испарения, только прион, и все. Есть промежуточная вода, на промежуточном подгоносителе можно прямого испарения. Конечно, прямое испарение – это дешевле в эксплуатации, дешевле в капитальных затратах. Но это дороже, если вдруг у вас будет утечка приона. Но мы сейчас даем гарантию 3 года. Это моя ответственность. Если будет утечка, я должен за свой счет сделать ремонт и заправить. Но мы так уверены в своей работе в оборудовании, что мы не боимся дать ремонта на это. Это холодильное оборудование. Здесь специальное, только то, что я сказал, воздухокладитель. От обычных холодильников, где ставят коммерческие воздухокладители, не для хранения, а вообще для хранения фруктов, можно оставить меньше по размеру воздухокладители, но такой же мощности. И у вас будет там храниться, например, та же молочная продукция или что-нибудь. Здесь нужно только такие, потому что это уменьшает усушку нашей продукции. И как я объяснял вчера, что РГС-ные камеры дают усушку за период хранения 2,5%. Это очень мало. Если вы обработаете смартфрешем или хитомагом, это есть холодильники, где мы проводим опыт, это до 1%. И если у вас 5 тысяч тонн, а вы сэкономили 4%, посчитайте, какая это сумма. С этой стороны у нас стоит РГС-ные оборудования. Это минератор азота или скрубер кислорода. В принципе, это одно и то же. Это с камеры забирается воздух, отличается от кислорода и подается азот назад в камеру. Это скрубер Т2. Мы говорили, что яблоко дышит, оно поглощает часть кислорода само, нам можно выбирать часть кислорода само, часть выдыхает СО2. И СО2 у нас со временем может повышаться. Нам нужно держать его в пределах 3,3,2, но для разных сортов разное процентное содержание СО2. Поэтому у нас есть скрубер СО2, который, если приближает, включается и очищает СО2 в камере. Чем отличается в азотонамерунгем от других? Эта система работает и под давлением, что очень важно, трубы не нужны, какие-то суперпрочные. И второе, гарантия на ацорбент, который, это древесторий, они гарантию только дают 10 лет. Это очень важно. Некоторые итальянские компании продают, а через 2 года нужно будет менять. Но наши, как всегда, ничего не читают, работают и говорят, что только плохо работает Абаргон. Вот это из-за этого работа. Это новая система управления Майдру. Так как это небольшой холодильник, и здесь идет управление холодильной частью ИРГЭС-той разное, поэтому здесь только управление регулируемой газовой средой. Если Майфрут премиум, там уже с этого компьютера управляется полностью холодильным ИРГЭС-той оборудованием. Здесь, вы видите, у нас показывает камеру номер 1, где показывает содержание у нас, сколько кислорода, сколько СО2. Видите, кислорода у нас 1, это заданное, это фактическое. Вот выставлено 1,2, 1,1. Если у вас превышают пределы, сразу здесь загорается краска. И вы видите, всем этим оборудованием, я объяснял, мы можем управлять с Украины, с Харькова полностью. Не только отслеживать работу, мы можем и управлять с Украиной. Заказчик тоже может с любого смартфона своего подключаться, с компьютера смотреть, что у него происходит на колокольчике. Ну, коротко так, наверное. Спасибо.